Валеньки Данилу ковырялочка удалась. Переживал парень, репетировал. Как-никак он единственный танцор среди девчонок. А вот его партнерша Настя ничуть не сомневалась в успехе. Она профессионал. Танцами занимается половину своей жизни. Долго тренировались мы. Всю неделю. Сегодня все получилось. А эти ребята на фольклорном фестивале не новички. Это воспитанники 63-го детского сада, на базе которого и прошел сегодня конкурс. В этом детском учреждении народное творчество преподают не первый год. А фестиваль в рамках детского сада проводится уже в 13-й раз. Так что Кате и Яне было сегодня совсем не страшно выступать перед ровесниками, родителями и жюри. Мы надеялись, что у нас все получится. И у нас получилось. Мы подготовились специально, чтобы мы хорошо выступили. Сегодня здесь выступают ребята из детских садиков за Шекснинского района. Но по словам организаторов, возможно, масштабы фестиваля расширятся. И в будущем в нем будут принимать участие дети из садов всех районов города. Пока собрали только соседи, говорят организаторы. Чтобы и добираться участникам было недалеко, и обстановка была менее волнительна. Хочется, чтобы все прошло на ура. Организаторам будет трудно. Надо принять детей всех, разместить, чтобы дети все, конечно, устают быстро очень. Чтобы они не устали. Мы их подкармливаем. Дети немножечко булочку с чаем даем и все. Ну, чтобы детям тяжело было проучаться в нашем конкурсе. Выступали ребята в нескольких номинациях. Песни, частушки, танец и хоровод. За номерами дошколят наблюдала жюри, многие из которого отметили высокий уровень подготовки ребят. Самое главное – это удовольствие, которое получают дети. И, конечно, то оценивание, оно идет условно. Потому что самое главное, что получают удовольствие дети именно от выступления, то чувство радости именно от народной культуры. Кстати, практика проводить дошкольные фестивали в нашем городе прижилась. Это уже не первое мероприятие в этом году, когда на базе одного учреждения собираются таланты со всей округи. Лишь бы эти звездочки были, говорят организаторы, а уж зажечь их взрослые постараются.